Приветствую вас, вы знаете, я, надо сказать, совершенно не удивлён тому факту, что вы, значит, потеряли свой сон, вот, я совершенно не удивлён тому факту, что вы так вот сильно переживаете, потому что ваши отношения с одной стороны являются созависимыми, в силу того, что вы явно вот в человеке как-то нуждаетесь, вы явно как-то вот не можете без него выбыть, вот. Но, при этом, с другой стороны, вы понимаете, что, как бы, нахождение с ним, да, вам, в общем-то, ничего не даст, вы понимаете, что нахождение с ним вам вообще ничего не даст, вы это понимаете, и хорошо, что вы это понимаете, по крайней мере, я так считаю. Что, в общем-то, позволило вам из отношений выйти, но не позволило вам, собственно говоря, научиться жить самостоятельно. С чего, на мой взгляд, вам следует начать? С чего, на мой взгляд, вам, ну, стоит начать? С того, чтобы, чтобы принять личную ответственность вначале. То есть, вначале, на мой взгляд, вам стоит озаботиться принятием именно личной ответственности. Что это значит? Принять личную ответственность. Вы пишете, значит, два с половиной года длились в мои отношения с мужчиной, я его очень любил, а он этим пользовался и относился ко мне неуважительно. Значит, ну, во-первых, надо бы побольше информации о том, что для вас этот мужчина значит, как вы с ним, собственно говоря, познакомились, вот, как вы стали вместе, вот, что вас, собственно говоря, связывает с ним, вот, что между вами общего, вот, это такой момент. Дальше, вы говорите о том, вы говорите о том, что он пользовался вашим отношением к нему. Вот, вы говорите, что он пользовался вашим отношением к нему. Хорошо. Значит, вы говорите, что он пользовался, но разве он пользовался? На мой взгляд, на мой взгляд, это не он пользовался, а на мой взгляд, скорее, именно вы позволяли ему это делать. Вот. Понимаете? Какая история. То есть вы, по ряду причин, позволяли ему пользоваться, соответственно, своим отношением. Почему вы позволяли это делать ему? По какой причине вы позволяли ему это делать? Это уже, на мой взгляд, куда более важный вопрос. В том смысле даже, что здесь замешаны ваши желания, здесь замешаны ваши потребности, здесь проявляется то, чего вы хотите, и, может быть, ваши страхи. Но, совершенно однозначно, что, в первую очередь, вопрос касается именно принятием личной ответственности. Вы пишите, что из-за этого, последний год, мы расставались три раза. Но, опять же. Да? То есть. Вы расставались? А из-за чего вы расставались? Вот именно вы расставались, из-за чего? Из-за того, что он не проявлял, к примеру, значит, ну, внимания. Да? Вот. Вы расставались из-за того, что он не проявлял к вам того внимания, собственно, которое вы хотели. Но вы же, ведь, не просто расставались. Вы же, ведь, и, собственно говоря, сходились с ним. А значит, если вы сходились, то была, наверное, что? Наверное, была какая-то, ну, надежда, да? Надежда была какая-то на то, что ситуация изменится, на то, что ситуация поменяется. Была какая-то надежда на то, что ситуация как-то раскроет себя по-другому, да? И так далее. Вот. То есть, мне кажется, что здесь очень важную роль играет именно та история, какие надежды вы возлагали на примирение с молодым человеком. Вот. Мне кажется, это очень важный момент. Ведь если вы, к примеру, каждый раз возлагали какие-то надежды на него, ну, на отношения с ним, вот, что, значит, соответственно, каждый раз эти надежды не сбывались. Каждый раз. Они не оправдывали. Но каждый раз надежда у вас была. Вот. Понимаете? Какая ситуация. Поэтому здесь очень важно понять историю ваших отношений. Здесь очень важно понять субъективную сторону ваших расставаний и, соответственно, примирений. Я от переживаний не могла спать и есть. Без стилы. От переживаний по поводу чего? Вы не могли спать и есть. То есть, это вот тоже, на мой взгляд, очень важный момент. От переживаний по поводу чего? То есть, все это были заперещивания. Дальше. Потом, спустя месяц, каждый раз смирились, и мой сон и аппетит налаживались. Ну, совершенно очевидно, да, что здесь имеет место быть у вас психосоматика, да, то есть, это реакция тела на подобную историю, ну, на подобные ситуации. Это реакция тела у вас. Но опять же, мирились, да, мирились. По поводу, как вы мирились. Чем было обусловлено примирение и как оно было обусловлено, примирение. Понимаете? Вот. Ибо на данный момент такое ощущение, что примирение вообще, ну, вот, ну, вообще ничего, ничего не надо. Просто вы же каким-то выводом должны были прийти, да? Вот. Ну, то есть, по сути, вот то, о чем я говорил. Вот. Дальше. И вот, и вот опять, пишите, вы расстались со скандалом. Со скандалом надежда поставить точку и отпустить его, зная, что будущего у нас нет, и я только время, время теряю. Ну, вы знаете, в психологии, в психологии крайне не рекомендуется, вообще-то говоря, расставаться с партнерами плохо. В психологии категорически не рекомендуется расставаться плохо с партнерами. В психологии рекомендуется наладить отношения с партнером, да, именно наладить отношения с партнером. И только после этого, после того, как отношения с партнером, грубо говоря, налажены, только после этого уже можно будет расставаться. То есть это работает вот именно так в психологии, то есть не работает такая история, когда вы расстаете со скандалом. Вот, как правило, это заканчивается всегда, ну, достаточно негативно, вот, к сожалению. Надеюсь, вы понимаете, о чём, о чём идёт речь. Дальше, значит. Так, эээ, но всё бы ничего, но я не могу спать. Засыпаю неплохо, а потом меня как будто кто-то будет в 5 часов утра каждый 10 дней, после чего оставшееся время я дремлю с мыслями о том, как мне плохо и грустно без моего бывшего. Ну вот, эээ, с точки зрения психологии, опять же, эээ, наибольший интерес представляет, эээ, именно то, что вам, эээ, как вы говорите, плохо и грустно без своего бывшего. С точки зрения психологии, ээ, интерес представляет именно это. Как и противоречие. То есть вы говорите, что вроде бы, вроде бы всё хорошо, всё хорошо, да, да? То есть вы говорите, что, ну, всё хорошо, вроде бы всё, вроде бы неплохо. Ну, как же неплохо, как же неплохо, как же неплохо, если вы говорите, что вам плохо и грустно. Как же неплохо. То есть совершенно очевидно, что, эээ, ну, что-то из того, что вы говорите, что-то из того, что вы пишете, не является правдой, к сожалению. Вот. Получается это, получается так. По крайней, по крайней мере, на мой, на мой взгляд, по крайней мере, получается так. Вот. Ну и, конечно, эээ, лекарства вам не помогают именно по той, эээ, причине, да, по той достаточно простой причине, что лекарства, ведь, эээ, физиологическую историю вопроса корректируют. Вот. А если ситуация не совсем физиологическая, к примеру, вот, как у вас, да, у вас, эээ, ситуация не совсем, эээ, физиологическая, она связана с, эээ, ну, с душевными, с переживаниями, что, соответственно, и, эээ, ничего не получается. По этой причине. То есть, вот, именно по причине того, что вопрос, вопрос не касается, на мой взгляд, да, физиология вопроса. Вопрос касается, эээ, в большей степени, именно, именно, ну, личность, именно, эээ, духовность, именно, психологического аспекта. Вот. Поэтому, такая вот история. Именно, поэтому, вам, эээ, лекарства и, 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 и не помогают. Ну, а может помочь психотерапия. Вот. Потому что, то, что у вас, то, что вы описываете очень похоже на созависимые отношения, то, что вы описываете очень похоже на любовную зависимость. Вот. И, если это действительно так, если у вас действительно любовная зависимость, то, тут нужно разбираться, тут нужно смотреть и корректировать. вот, скорректировать, именно, эээ, вашу личность, и, тогда я полагаю, что будет результат. Вот. Пока что, пока что вы, эээ, ну, условно говоря, пока что вы боретесь с, ээээ, с симптомом, вот, а не с самой причиной, к сожалению. Вот. Ну, так, по крайней мере, мне это видится. Так, по крайней мере, я это вижу. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Игорь Негод. Приятного времени... Продолжение следует...